Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня мы поиграем в новую игрушку, вы мне её очень многие советовали, просто заставляли меня в неё поиграть. В общем-то, это Лаздей и Дуранг, как я понял, вместе, идея с Дуранга, типа динозавры, всё такое, ну, как бы имеется в виду в мобильных играх. И, собственно, сама стилистика похожа очень жёстко на Лаздей, и как бы получилась достаточно прикольная игра, которая очень-очень многим зашла. Ладно, в общем-то, управление я уже изначально здесь настроил, сейчас мы будем потихоньку-потихоньку здесь разбираться. Я, вроде бы, кнопочки тоже настроил, нужно тоже, как бы, привыкнуть к этому всему, потому что, вам скажу честно, здесь всё-таки, хоть и похоже на Лаздей, но всё-таки различия есть, и нужно это понимать, и, как бы, привыкать придётся, наверное, очень долго. Вот, в общем-то, ребят, хотел вам сказать то, что в эту игрушку, если я буду даже дальше играть, ну, скорее всего, буду, потому что, действительно, очень многим зашла эта игра, не зря же меня попросили очень многие её записать. Вот, ещё я её увидел на одном канале, который снимает геймплеи самых новых игр, вот, я тогда добавил в эти, как она называется-то, ну, короче, в игрушки, в которые я должен буду потом поиграть. Вот, то есть, в Play Market, это как-то называется, точно не помню, а, список желаний, вот, добавил, и, собственно, потом просто миллион таких просьб, чтобы я записал эту игру, я, действительно, решил всё это записать. Как мне нужно добывать вот эти, ага, растения так спокойно добываются, это как трава, что ли, идёт, и потом у нас здесь манго, это как ягоды влазды. Окей, всё, потихоньку-потихоньку разбираюсь, тут у нас также есть камни, это немаловажно, и это у нас бамбук. А чё это за бамбук? Это, наверное, либо не наверное, я фиг его знаю, что это такое вообще. Ладно, мне нужно ещё научиться здесь правильно садиться, вот, приседать у меня, значит, я на С поставил, окей. И, в общем-то, мы сейчас попробуем Орнитолестеса убить. Ох, боже, вот это название, я ещё неправильно это прочитал, ну, короче, ладно, будем просто называть их динозаврами. Так, теперь я должен с него собрать лут, и это у нас верёвка. Мне бы ещё нужно сделать себе рюкзак, блин, как же это круто ощущать, когда ты играешь в какую-нибудь такую игрушку, похожую на Ласт Дэй, всё сначала, это чё-то нормально такое, ощущение прям ностальгии. Так, а где здесь... чё-то я не могу найти... А, вот чертежи, точно. Обычный рюкзак открывается на втором уровне, и у меня, в принципе, для него уже всё хватает, осталось только апнуть сам левел. Вот, ещё, ребят, я вам не договорил, хотел сказать то, что в эту игрушку я буду играть абсолютно без каких-либо дюпов, без каких-либо багов, то есть, ну, только по-честному, только по-настоящему, потому что я, как бы, знаю свою судьбу с Ласт Дэем, и, в принципе, не хотелось бы всё это повторять и в этой игре, потому что, ну, скорее всего, я буду в неё играть на постоянной основе. И по поводу доната тоже хотел сказать. Доната в игре я делать не буду до того момента, пока, в общем-то, это мне прям супер-пупер не понадобится. А так, пока что, типа, мне это действительно не нужно, и, как бы, никакой необходимости в донате действительно нет. Тогда, когда я играл в Ласт Дэй, эта необходимость была, по причине того, что я хотел проводить стримы, и там, чтобы на стримах долго не сидеть, ну, энергию восстанавливать по фасту, как бы, можно было с помощью доната, и из-за этого тогда там был донат, да и, в принципе, там и так полно было доната в итоге. В общем-то, ну, немногим это нравилось, и сейчас вот в этой игрушке я решил сделать, чтобы у меня, в принципе, было такое равное положение со многими моими подписчиками, потому что знаю то, что не донатят, эти баги всякие тоже редко используют, и еще я в этой игре по поводу читов не знаю, но, естественно, их я и в Ласт Дэй только один раз использовал, и то это было на левом сохранении. Ну и, собственно, здесь я этого вообще делать не собираюсь даже один раз. Вот такие вот дела. В общем-то, вроде бы я вам все рассказал, сейчас мы, наверное, сделаем себе топор. Так, вот, ага, мне не хватает еще два камня, ну, давайте соберем, если вообще этот камень тут есть, вот один. Ну, в принципе, игра очень приятная, на самом деле, по своей графике, мне, в общем-то, пока что все нравится. И помню я, блин, то время, когда только начинал играть в Ласт Дэй, это, знаете, было так как-то, блин, я даже не знаю, как передать эти эмоции. Тогда я просто играл, и мне прям очень нравилось, и надеюсь то, что в этой игрушке будет так же. Вот, так, с трех ударов или со скольки? Ага, тут получается не с трех ударов ломаются деревья, здесь уже с четырех. Ладно, я понял, и вот, я апнул новый левел, и по фасту я иду сразу себе делать, в общем-то, рюкзачок. Тут также донат есть, менюшка, кстати, отличается, и мне очень-очень-очень понравилось, когда я первый раз зашел в эту игру, то, что здесь многие рецепты, чертежи вот эти, они не открыты, они не видны, то есть до того момента, пока я не апну какой-либо левел. То есть это очень классно, и как бы какая-то интрига, что ли, сохраняется по процессу этого всего играния, прохождения игры, вот в этом роде что-то. Так, тут у нас еще костер открылся, для него три камня надо, и маленький ящик, я его, в принципе, могу создать. Потом у нас еще грядки откроются, это все достаточно круто, и, наверное, я этот ящик все-таки сделаю. Еще, наверное, можно будет сейчас заняться полами, чтобы, ну, все-таки пол у меня как-то был, хоть какое-то убежище начальное. Ну, то есть это дефолт, ребята, сегодня мы в серии, ну, обустроимся, первый дом, все такое, и отправимся, наверное, на первую мою локацию, она будет самая простая, в принципе. Вот, и потом я, наверное, еще сразу же пойду одну серию записывать, где пробегусь еще по локациям и посмотрим, что там у нас есть. То есть я решил эту игрушку записывать по одной серии в день. Но это пока что, если, конечно, вам понравится, вот, по 15 роликов в день я по этой игре уже делать не собираюсь, потому что все-таки люди работают, учатся, у всех свои дела, как бы, и снимать, ой, точнее, смотреть ролики какого-то флоки целыми днями, это, наверное, не особо классно. Вот такие вот дела. Так, дособираем, наверное, все вот эти травки. Ого, саженец ананаса здесь, да, это получается вместо морковки. Я чуть не обратил на это внимание. Ну, еще недавно вместо тыквы, как бы, было, но это, конечно же, хэллоуинское тематическое обновление. В Last Day пока что ничего не слышно. Как только будет какая-то информация, сразу поделюсь с вами, и вы, конечно же, будете в курсе. Блин, здесь, кстати, такие модные леопардовые трусы. Ой-ой. Чего? А это же моя территория, какого черта сюда чувак пришел? Иди отсюда, блин. Нифига себе. Вот этого я... Ого, бро, спасибо тебе за лут, кастет мне принес, резину принес. Ой, братишка, да ты вообще топчик. Спасибо то, что ты пригнал ко мне. Конечно, за все твои ресы тебе огромный просто респект. Ты у меня будешь пока что в качестве сундука, я так думаю. Я как-то на своем аккаунте без доната в Last Day использовал эту фишку, и думаю, сейчас мне это тоже не помешает. Но очень странно было то, что он перебежал на мою территорию, какой-то левый чувак. Да, и по поводу леопардовых трусиков, помню, эта тема была, когда разрабы пилили этот, как его, дубовый лес, и там тоже как-то разукрасили так эти трусишки в леопардовый цвет, и как бы здесь это используется как основной цвет. Вот такие вот дела. Ну что, построим... А, пол же нужен, черт побери. Я даже пол еще себе не сделал. Ну, естественно, нужно посчитать, сколько на сколько здесь территория. Надеюсь, то, что она не как в Last Day, как-нибудь по-другому. Давайте раз, два, три, ну, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, потом шестнадцать, и, в общем-то, восемнадцать. А с этой стороны, получается, два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать и восемнадцать. Соответственно, восемнадцать на восемнадцать, и где-то в центре можно, наверное, начать строить дом. Ну, давайте мы возьмем отсюда сколько, ну, вот два, три, ну, блин, не три, а уже четыре, шесть, восемь. И вот этот, и вот этот вот блок, это будет середина. И сейчас мне нужно столько же отсюда взять. Так, вот четыре, вот шесть, вот восемь. И вот, как раз-таки, вот эти вот четыре блока, это самая-самая-самая середина. Вроде как я все правильно сделал, не ошибся, но действительно должно как-то так получиться. Надеюсь, то, что я из-за своей невнимательности нигде не ошибся, и все, в общем-то, окей. Теперь мы берем ящик, соответственно, ставим его вот сюда. И я закину в него самые такие, ну, вещи, которые прямо мне в данный момент не понадобятся. Возьму, соответственно, с собой кастет, он мне точно пригодится там в бою. Потом, ну, в принципе, этот топор и эту кирку оставить можно. Кусок ткани я, в принципе, наверное, оставлю здесь. А я хочу себе использовать второй дополнительный слот. Я еще долго разбирался, для чего это нужно, а сейчас вот только догнал. Так, давайте так, что я как в Ластдей поставлю на кью по фасту. Такс, отлично. Теперь я оставлю, наверное, листочки, саженцы, веревки, вот это. Это что у нас вообще такое? Бамбук, да, бамбук оставлю. И пальмовые, собственно, бревна, нитки и камень. Ну, в принципе, вот такие вот дела. Возьму сейчас из трупа, там еще что-то у него валялось. В принципе, тоже забрать стоит, а рюкзак у него останется, и он будет у меня в качестве сундука. Ага, вот здесь, а, подождите-ка, это мои вещи. Вот сюда, вот так вот. Ну, в принципе, я готов. Давайте мы немножко восстановимся. Ой, по пять, да, восстанавливаться. Что-то это как-то мало на самом деле. А что, а, подождите, тут же почта есть, точняк. Так, забираем, забираем. Ну и все, собственно, я уже полноценно готов к битве. Пошлите на первую локацию, затестим ее, посмотрим, что к чему. И надеюсь, что все получится. По неизвестным причинам ящери иногда сбиваются стаи и придут в неизвестном направлении. Это явление называют миграцией. И, блин, я из-за того, что сбился в чтение, я нафиг не успел. Так, а что это такое? Гнездо Тирекса. Ого. А чё? Сгонять, наверное, стоит, раз это ограниченная тема. Плюс здесь... А, тут сразу этот, как его? Три таких звездочки опасности. Чё-то как-то я сыкую. Охота... Ого, мастерство охоты. Чего? Блин, чего здесь только нет на самом деле? Чё так жестко всё? Ну, в принципе, я не боюсь сюда сгонять, так что я побежал. И как бы сгоняем, посмотрим, что там есть. Если умру, ничего страшного, это только тестовая серия. Будем, собственно, понемножку, потихоньку, никуда не торопясь разбираться в этой игре. Следите за своим оружием, чтобы оно не подвело вас в решающий момент. Это по поводу прочности. Прожил я уже 3 часа 24 минуты. Так, найти... Ага, всё, понял. Вот сюда прячемся. Ну всё. Тирекс меня, в принципе, вот в этих кустах трогать не должен. Так что всё окей. Очень классно придумано, честно говоря. Как тебя учуял-то, Тирекс? Ты же тут. Так. У меня за... Ой, ё-моё. Тебя заметили, бро. Я тоже это заметил, то, что тебя заметили. Ой-ёй-ёй. Вот это да. Это 1000 хп. Это чё, как громила, что ли? А если я сейчас зайду быстренько на локацию, он меня снова будет видеть или нет? Блин, я, походу, уже зафейлил. Просто я подумал то, что если уж он меня заметил, то это всё. Кирдык. Так. Ага, нет, всё. Вторая попыточка есть. В этих кустах ему будет непросто меня найти. Соглашусь. Так что этот, как его... Давай не тупи. Я, в принципе, потихоньку, потихоньку буду здесь прятаться в кустах. Но где здесь вся добыча? Ой, меня учуял Тирекс. Вот меня вот эта фраза напугала. То, что его кто-то учуял, там всё... Ой-ёй-ёй. Он на меня бежит? А, он просто ходит пока что. В принципе, если он проходит вот так вот, то можно немножко побегать. Ладно. Ага-ага, всё, вижу эту шкалу. Всё в порядке. Так, а где здесь веслу-то тогда? Не пойму я чё-то. Ой-ёй. Тут целая семья. Какая целая семья? Блин, кусты надо. Ой-ёй, меня заметили. Ой-ёй, убегаем. Блин, чёрт побери. Тяжёлая эта тема с этим пареньком. Надо немножко мне звука прибавить. А то я совсем-совсем тут всё плохо слышу. Давайте ещё разок. Мне нравится, мне нравится это гнездо Тирекса. Потненькое, конечно, но думаю, что справиться вполне возможно. Т-экс. Чё, поехали. Эй, сразу тут, ты чё, офигел? Вот гад, а. Блин. Чё-то пока что сложновато мне даётся. Эта игрушка, обучение, так сказать, в ней небольшое. Ну чё он так агрится на меня быстро? Второй раз был вообще неудачный. Точнее, уже третий, блин. Я чё-то этот, как его, не особо хорошо себя веду в этой игрушке. Так. А подождите-ка, там же вон лут есть какой-то. В принципе, я могу сейчас по фасту здесь залутаться. Поехали. О, спасибо. До свидания. Я пошёл. Отлично. Кустики. Ай-яй, хорошо. Какая тут целая семья? Почему я не понимаю, про какую семью вообще идёт речь? Так. Я пошёл к следующему сундуку. Ай-яй, как всё отлично. О, нифига себе, сколько лута в этом ящике. Он чертовски крут, как я понял, этот ящик. Собираем. Так. Это тоже собираем. Ай-яй. Всё, всё в порядке. А, их тут несколько. Вот. Чё это значит? Я понял. Ладно. Применяем. И вторую бутылку тоже. Пока что выкину. Я знаю то, что как бы в Лас-Дее проблем с едой нет. И с водой. И тут, наверное, тоже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это было чересчур опасно. Я чё-то заговорился. Я понял вас. Так. Ладно. Кусты, конечно, меня спасают. Ой. 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 Как они близко все. Чёрт возьми. Мне кажется, я слишком жёстко... Ой-ой-ой. Мне кажется, кирдык. Я играю с огнём. Ай-яй-яй-яй-яй. Только не вынеси меня. Всё. Они мне, в принципе, пока что урон не нанесли. Я ещё уже два ящика залутал. Собрал несколько ягод. Шесть, по-моему. И, в принципе, пока что я в плюсе. На этой локации мне нравится. Ну, гнездо, блин. Динозавра. Это вообще жёстко. Я, конечно, в них не особо разбира... Чего? У-у-у-у. Да. Это, конечно, не топчик. Я понял, в чём прикол. Он с одного удара убивает. Вот в чём вся тема. И, в принципе, он меня, походу, убил, потому что я зашёл, и он сразу там был рядом. Вот в чём проблема. Ну, я так понимаю, вернуться туда нельзя, и лута там, скорее всего, не будет. Наверное, как-то так. Но это, конечно, очень неприятно, то, что я помер. Ну, сейчас я, в принципе, сгоняю туда-обратно, но если он меня там поджидает, это будет неприятно. Снова будет поджидать, я только захожу, и всё, как бы мне кирдык. А если лут там останется, я быстро всё лутаю, и, наверное, я свалю с этой локации, потому что она достаточно опасная. Пока что для моего уровня игры, как я себя веду, как я играю, в принципе, сложновато всё это. Ой-ой-ой. Тихо. Да ты чё так близко-то, гад? Это очень близко, серьёзно. Мне кажется, сейчас зайду обратно, он меня вынесет. Всё-таки, мне кажется, так и будет. Блин, вот я попал. Там же мой лут такой хороший, я там чё-то подобрал, прям реально крутое. Ну, ладно, в принципе, умру, умру, ладно, ничего не поделаешь. Ну, как бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два, два сразу, чёрт. Вы издеваетесь, заспавните меня в нормальном месте. Это уже перебор. Два. Блин, это капец, они прям так рядом были. Это жесть была, ребята. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. В плане языков португальский, английский, русский. Фух, ладно. С этим разобрались. Надеюсь, сейчас меня заспавнят там, где не будет слишком близко этих Т-рексов. Пожалуйста. пожалуй о так чё нашел меня гад где-то отсюда блин я был близко как бы к этому к кустикам но что-то есть равно как-то тупо все это использовал да гады отдайте мне мой лут громадный блин здесь еще не нагонишь на динозавров потому что зомби не особо все любят на них тихо это мой лут блин вот мой лут остался отлично на зомби как бы нагнать можно потому что в принципе у них не очень много чуваков которые их любят а вот динозавры действительно есть очень много фанатов динозавр куда ты поехал что-то снесло немного карту что у нас здесь у где все закрыто прикольно кратера нет как влазды вот то есть на динозавров я гнать не буду потому что я против них ничего не имею они в принципе очень прикольные такие животные ну ящери ну короче я дебил в этом плане так что этот дня не обращать внимание так осталось только сейчас найти мой лут и знаете в чем вся проблема в чем весь подвох в том что возле этого лута этих тирексов просто миллион как будто они все там собрались мне это не нравится мне нужно по-любому мой лут не надо меня учить вы ее откуда он идет ой-ой-ой тихо блин у меня учуял мне надо заныкаться куда-то так все найс будем с ними играться и в принципе я должен буду наверное найти свой айцо чё за место для яйца как у у у ее моё я нашел чё-то это блин типа место для яйца что ли пакешки так ещё немного лута где мой труп блин считай как-то я слишком жестко рискую агон динозавр один ты пажа ага Тут ящик я лутал. Так, 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 так. Все, пошел ты. Отлично. Там еще какой-то ящик. Я его трогал? Да, в принципе, я его уже трогал. Ну вот... Ой-ой-ой. Блин, меня заметил... Ай-яй-яй-яй, пожалуйста. Ах, это тираннозавр был. Он гораздо быстрее. Черт, ну все, этот лут я уже точно профукал. Эх, ну блин, локация на самом деле реально прикольная. И задумка очень классная. О! Вот это, кстати, тема ЛАЗД. Я знаю то, что три раза подряд помираешь. Ну, либо два там, не знаю сколько. И тебе дают дополнительный лут. Но это только в самом начале. Ну ладно, неплохо. Хотя бы не зря я здесь помирал, все это делал. Но, черт возьми, ребят, это было офигенно, согласитесь. Даже если учитывать то, что я помирал что-то дофига раз. И в итоге ничего даже не унес с той локации. Но мне лично реально очень понравилось. Серьезно. Я нашел какое-то гнездо, что ли, этих Т-рексов, можно сказать. Конечно, там яйца не было, но останки, скорлупа, все это было. Ну вот, в принципе, будем продолжать дальше искать, смотреть. Игрушка реально очень интересная. И мне кажется, получше ЛАЗД, что ли. Ну, типа по задумкам. То, что я должен прятаться о динозавров. И только так лутать всю эту территорию. Это очень круто. И очень классно придумано. Ладно, друзья. Первый ролик по этой игрушке подходит к концу. В принципе, мне действительно понравилось. Я, наверное, продолжу пока что снимать. Моё правило по поводу доната, багов, дюпов и так далее. Всё ещё в стиле. Ну, по поводу багов, дюпов вы сами знаете. Это будет продолжаться. А вот по поводу доната. Это уж прям до такого случая, когда прям уж очень жёстко придётся задонатить. Чтобы, ну, как бы это будет очень нужно. И без этого никак. То есть, только до такого случая, как бы, всё это правило будет действовать. Ладно, собственно, друзья. Это была игрушка Джурасик. Или как она называется-то? Я что-то помню, там было Джурасик написано. Типа Юрский. Не знаю, как, честно говоря. Блин, и тут названий что-то нигде нет. Так, давайте-ка в блог зайдём и чекнем. А, вот, Джурасик Сюрвайвл. И, ну, в принципе, в принципе, очень даже неплохо. Вот, в общем-то, вот такие вот дела. Это была игрушка Джурасик Сюрвайвл. Неплохо поиграли. Мне очень понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. От этого будет зависеть продолжать ли мне играть в эту игрушку. Продолжать ли мне выживать в этом мире динозавров, тирексов, тираннозавров. Ну, и так далее, вы меня поняли. Ну, и, в общем-то, всем огромное спасибо. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok